Фишер играл, помните, что Фишер играл? А Фишер не зеленый пацан был, тот Фишер Мэкл Солен. Помните эту партию? Павел, вы тут? Алло, алло, да. Я вас не слышал. Партию не уверен, что помню, но может и помню. Где он там все пожертвовал? Пожертвовал, все. Ну, план помните. Простой план на все ходы. А расстановочка... Можете не так быстро еще раз? Хорошо. Я просто думаю, если вы помните... Я, кстати, много раз его играл, но иногда не очень корректно. Так. Ну, хоть на два мы ходим, чтобы они не брали и не меняли ферзей. Ну, просто она расстановка... То есть, обратите внимание, надо понять один маленький-маленький нюанс. Мы ходим Е5 только после того, как черные рокируют. Потому что, если они, допустим, пойдут так, а мы пойдем Е5, они пойдут конь Д7, мы, допустим, защитим... Ну, висит пешка? Ну, да. Висит пешка? Ну, да. И они могут так пойти. Если конь берет... А, конь даже не берет. Даже брать не может. H3 и H5. То есть, мы сгоняем коня, который защищает пешку. Ферзи-2, мы пока ферзи-7, мы же 4 не ходим. Все. То есть, мы эту пешку можем проиграть, а ходить Е5 не ослабляет. Это у вас? Да, да, да. Да-да, я тут. Я выключил. Окей. Ну, вот. То есть, мы ходим Е5 только после рокировки. Запомните это. Да. Да. Если они рокировку не делают, мы не делаем ход Е5. То есть, на Б5 мы тут что можем? Пока ходим на Е1. Пока. То есть, ходы, которые нам будут полезны в случае, если они делают рокировку. Б4, допустим, упорствуют. Ну, хорошо, пусть упорствуют. Можно пойти ферзи-2 пока. А5. Конев-1 пока. 100 на 6. Ну, вот он. Задачу они нам поставили. То есть, он собирается забрать. Извините. А мы, пешка, и фертёк брать не можем. Так? Поэтому нам придётся брать здесь. Если они берут конём, ну, мы уже начинаем. Тут немножко другая игра. Конь Е3. Коня собираемся. того. Например, конь Е4. Мы берём. Берём. Ну, это плохая позиция. Сразу мы убеждаем. Не забрать. Так. А что, если они там конь Е4 не ходят? Ну, например, сейчас делаю рокировку. Тогда мы просто берём. Ну, если ферзь, то, то у нас будет, наверное, хорошо после этого. Ну, зачем смысл? Например. Ну, я уже вижу. Хотя. Семь. Ну, и тут как-то можно, как-то можно то ли… Там сейчас жертвы на Е6 не проходят. Там жертвы на Е6 не проходят. Жертвы на Е6 не проходят, но вот какой-то другой мой отход проходит. Так. И допустим… И допустим так. Я не знаю, что это за позиция такая. Тут всё висит. У нас всё висит. Не знаю. Сейчас подумаю. Угу. Угу. Ну, можно так пойти. Была… Не просто угол взять. Ну, у нас просто будут два слона. И на этот ход пойти, например, так. Висит ладья. И хоть такой висит. Придётся что? Опять что ходить? Ну… Ой. Не знаю. Не знаю. Позиция… В принципе, я понимаю, тут, ну, выйди… Пункт Е5. Он такой… То есть вернулись и на этот пункт начинаем играть. То есть мы даже… Мы ставим слона сюда, пешку на Ф4 и всё замечательно. В конце 6. Просто смотрим за угрозами. Грозит Е5 или не грозит? Грозит. На мой взгляд… На мой взгляд, грозит хотя бы потому, что… Вот… Условно… Е5 мы берём за 6. Он вернём, мы берём на Е5, а не слабо 7. И у нас какая-то… Очень слабая… Слабый король. Угу. Ну, это… Я понял. Да, я понял. Мата по белым. Да, да, да. Сюда ходить. Ну, а это уже, я думаю, хорошо. То есть сюда, сюда, у белых. Ферк Д6 напали, мы пока Ферк Д2 пошли. Ферк Д2 идут. Ход есть. Неприятный. То есть взяли-взяли, он берёт, Ферк берёт и Ферк в ладью. Но мы тут тоже в шапку не спим, мы просто защищаем вот он. Вот туда вот позиция такая. Висит на А5. Ферк Б6, например. И тут мы… Очень приём, который полезно запомнить. Вот Ферк защищает пешку. Так. Вадья её атакует. Очень полезно предложить размен защитника. То есть, когда… Если он берёт, тем более он не защищён, начинает защищать пешкой. И чтобы её защитить на атаку пойти, вот с этого хода она теряется. Это очень важный момент. Ну, то есть, смотрите, Фишер, будучи претендентом на чемпионы, игрался на единственное начало. Ну, в чём бы и нет. То есть, оно получается и с французской, и с исцелианской, ещё хотите. Так. Ну, вот…